Томсо, ассаламу алейкум. Почему родственники погибших из Гушетии не объявят кровную месть виноватым за убийство в офисе Лайдберис? Ваалейкум ассалам. Так, Томсо, здравствуйте. Вы сегодня одели жилетку, которая подчеркивает зону декольте. Да, именно так, Али Борс. Хотел подчеркнуть зону декольте. Томсо, купил дом в Швеции? Нет, к сожалению, не купил. И, честно говоря, пока таких планов не имею. Не думал, по крайней мере, о покупке дома. Как-то, знаете, не до этого. Вообще, знаете, как бывает? Я недавно поймал себя на мысли. Где-то в 2018 год я вышел из закрытого лагеря в Польше. Только-только вот из открытого лагеря переехал на квартиру. И с одним из моих родственников мы встретились. И что-то предыстория такая, что в 2015 году я выскочил в конце, да, в ноябре. И вот после этого вся эта суматоха, Грузия, уголовные дела, преследования, убежища, отказы, суды. То есть я вот во всем этом живу. Потом я прилетаю вместе с семьей в Польшу. Меня сразу закрывают, сразу полный беспредел начинается. Там поляки тоже там, конечно, молодцы. Они изначально, вот с момента моего прибытия, они сразу же сфабриковали, по сути дела, они в суде сказали, что я якобы пытался незаконно пересечь границу. То есть они указали, что я приехал сразу с готовым заявлением на убежище, подошел, отдал это заявление на двух языках написанное, там, паспорта. А они сказали, что они меня поймали при попытке незаконного пересечения. В общем, весь вся эта тема, там, Интерпол, какие-то ответы. То есть я вот в этом всем живу, видео, там, ролики пилю. И, значит, встречаюсь с этим моим родственником. И что-то он меня, не помню сейчас, конечно, каких-то моделей, чего-то я не вспомню. Но вот допустим, допустим, какой-нибудь там Мерседес, например. И он мне что-то говорит про Мерседес, там, какой-то кузов, там, что-то такое. А я в этот момент понимаю, что вот 2015 год, конец, и после этого у меня вообще какой-то провал вот таких знаний, то есть какие-то там кузовы сейчас появились, машин. Я вообще этими вопросами не интересовался. То есть я в этот момент себя ловлю на мысли, блин, пока я вот лет, сколько там, 3 года, да, на тот момент, пока я жил какой-то своей жизнью, вообще-то далекой от подобных тем, там, новые кузова, автомобили, комплектации и так далее, люди живут своей обычной жизнью, наблюдают за этим, всем следят. И я такой думаю, ну, я ему, естественно, сказал, что я вообще не в теме, ушел от этой. Короче, я это вообще к чему говорю. Вот сейчас ты про дом сказал. Наверняка это, в принципе, нормальные мысли нормальных людей. Дома, там, где же квартиры, машины, какие-то иные вещи. Но когда у нас... Вообще мысли о подобных вещах к нам приходят, когда у нас появляется некая стабильность в нашей жизни, когда мы начинаем о таких вещах думать. Когда у нас период испытаний, нам вообще не до этих вещей бывает. И испытания, они тоже ведь разные. Допустим, ты... Они могут быть какими-то жесткими, когда тебе вообще ни до чего мирского, да. Они могут быть немного полегче, когда ты о чем-то, например, еще можешь думать. Ну, как, например, о новых автомобилях, допустим, кузовах там, что и как вышло, кто-то там о мотоциклах. Но, допустим, о домах еще рано, как бы тебе не до этого. Поэтому, в общем, у каждого какие-то свои, знаете, уровни, когда он о чем думает. Видимо, у меня пока еще, возможно, не тот уровень, а уровень стабильности, чтобы думать о домах. Так в целом, это, конечно, никак не осуждается. Это нормальные мысли, об этом надо думать. Тем более, человек, у которого есть семья, дети, отец семейства, он, конечно, должен о таких вещах думать, заботиться о том, чтобы было где жить, чтобы была какая-то опора для его детей, для семьи. Это, в принципе, важные, конечно же, мысли. Раньше я помню, какое огромное внимание наши родители уделяли вопросу вот этого очага. своего дома, своего участка. Это на таком прям сакральном уровне это было, что у тебя должен быть участок, у тебя должен быть дом именно в селе. Вот это диканон у нас, да, типа беды, ну, типа, как это на русском сказать? Радость, радость и горе, да. Горь и радость, и чтобы, то есть, когда, например, свадьба там и так далее, это радость, чтобы такие вопросы решать у себя дома. И когда у тебя горе, типа похороны тоже решать у себя дома. Было вот прям вот важно. А когда ты молодой, и тем более маленький, ты вообще этого не догоняешь. Ну, мышь, блин, в чем проблема? Зачем это нужно? С возрастом приходит, понимаешь? Короче, это была разминка. Что ты подразумеваешь под объявлением? Ты считаешь, что кровная месть это такая вещь, которую нужно как-то публично объявить? То есть, почему ты считаешь, что ее нет? Она, в принципе, уже объявлена. Кто, какие претензии предъявит к родственникам погибших, если они, допустим, отомстят? У кого-нибудь возникнут вопросы, а почему вы это сделали? Ни у кого. Кровная месть это не та вещь, о которой громко говорят. У нас всегда этот институт, он присутствовал в таком поновом режиме. Он как будто бы, его как будто бы нет, но все знают, что он есть. И когда человек совершает преступление, убийство именно, то ему никто ничего не объявил. Но он всегда понимает, что за ним идет охота. И в любой момент его могут, ему могут отомстить. Единственное, когда действительно открыто объявляется, это вот когда человека прощают. Вот это да. То есть, вот это уже бывает такая, какая-то процедура публичная, после которой человек может уже не переживать за свою жизнь, свободно жить там, ходить, гулять и так далее. А так, абсолютно, я думаю, вопросов кровной мести, ее объявления, сейчас там вообще этот вопрос не стоит. Понятно, что она уже, с момента, как это убийство было совершено, она уже объявлена. Понятно, что если они ее осуществят, приведут ее в действие, ни у кого не возникнет вопроса, зачем это делалось. То есть, самое главное, знаете, вот чем отличается человек, который такой историей не занимает какой-то стороны, хоть критикующие нас из Ингушетии обвиняют нас в том, что мы якобы заняли сторону, но показателем того, что мы стороны занимаем, является то, что вот осуществление этой кровной мести нас только обрадует, ребята. Полный, ладно, то еще будет воспринято как призыв. В общем, никто здесь переживать по этому поводу не будет. Субтитры создавал DimaTorzok